Церковь Христова Подобно прекрасному дереву, Укрывающему под сенью своей Наследников Царства Небесного. Это Константинополь, Царьград, Новый Рим, Место паломничества христиан На протяжении тысячелетия. Город вековечной мечты Многих поколений русских людей. Это Стамбул. Центр разноплеменного шоппинга. Рай для торговцев. Кожей, коврами, бижутерии, Дорогим и дешевым товаром. Город Базар. На границе Европы и Азии. С каждым веком, С каждым десятилетием. Но что там говорить? Кажется, что с каждым днем Все меньше здесь остается Православного Константинополя И все больше разрастается Мусульманский Стамбул. Но здесь, В окружении минаретов, Еще стоит Святая София. А в небольшом стиснутом Мусульманскими улицами Квартале Фонар Действует резиденция И Кафедральный собор Православного Патриарха С гордым Еще с византийских времен Титулом Архиепископ Константинополя Нового Рима И Вселенский Патриарх. История Константинопольской церкви Резко делится на две эпохи. Тысячелетие церкви господствующей И вот уже более пяти веков церкви В пленении. Та первая эпоха Началась с основания Новой столицы империи Города Константина Великого Первого христианского императора. Сам равноапостольный император Здесь, на берегах Босфора Превратил небольшой город Византии В центр нового христианского мира. И спустя всего пятьдесят лет Епископ Византия Стал вторым по чести В иерархии тогда еще единой церкви И обрел свой гордый титул. Титул вполне соответствовал Реальному положению дел в те времена. Первый, или, как тогда говорили Ветхий Рим После нашествия варварских племен Утеряло свою пышность и свое влияние. А вот авторитет патриарха Константинополь Главы церкви огромной Византийской империи Только возрастал. А время было непростое. С самых первых веков Православное учение о Боге, о Святой Троице Стало предметом ожесточенных споров. Десятки, сотни лже-пророков, Самозванных учителей Пытались его толковать по-своему, Искажая евангельскую весть о спасении. К четвертому веку споры о лицах Святой Троицы Привели фактически к расколу церкви. Терпеть такое положение дел Император Константин не стал. Был созван Первый Вселенский Собор. Вот здесь, в Никее, После многодневных дискуссий, 318 епископов со всех концов христианского мира Приняли символ веры. Тот самый, который до сих пор Основа основ православного вероучения. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, Видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, Ижат Отца Рожденного, Прежде всех век, Света от света, Бога истина от Бога истина. Сегодня здесь одни развалины. Говоря языком священного писания, Мерзость запустения. Последний христианский храм в Никее, Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Разрушили не так давно, В двадцатые годы прошлого века, Когда греки-христиане и турки-мусульмане, В который раз убивали друг друга На этой древней земле. И здесь кругом тоже лишь пустота. Кажется, что мы в том времени и в том месте, О котором сказано в книге Бытия, Земля была безвидна и пуста. Но это сегодня. А когда-то здесь был центр христианского богословия. Святители Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий Жили здесь со своей паствой. Здесь, в пещерных обителях, Жили и сотни монахов. Здесь, на этой земле, Издавна посвященной Георгию Победоносцу, Сегодня нет ни одного христианина. В начале двадцатых годов прошлого века Их насильно депортировали Из этих святых мест. Нас, русских, Господь миловал. Древняя Русь приняла христианство Спустя столетия, После последней битвы За сохранение истины веры. Эта великая битва Против ереси и иконоборчества Длилась почти сто пятьдесят лет И завершилась в восемьсот сорок третьем году Торжеством православия. А защитили православие Монахи вот этого студийского монастыря В Константинополе. Десятилетиями Иногда просто в одиночку Противостоял обитель Воинствующей ереси, За которой стояла вся мощь императорской власти. И они победили. Долгое время Студийский монастырь был образцом Для всего православного монашества. А знаменитый студийский устав На века определил жизнь монахов Во всем православном мире. Но судьба самой обители была печальна. В тринадцатом веке Ее разграбили крестоносцы. После падения Константинополя Конюши султана превратил Главный храм обители Во имя Анна Претечи В личную мечеть. Так и назвал ее и Мрахор. Мечеть Конюшина. Потом монастырь горел, Разрушался во времена землетрясений. Но в первое десятилетие двадцатого века Здесь трудился Русский археологический институт. Русские пытались Еще хоть как-то спасти святыню. Однако после революции Семнадцатого года Вынуждены были Покинуть студийскую обитель. Пожар 1920-го Довершил разрушение. История падения Константинополя Это история постепенного Почти векового отступления Византии. История страшных майских дней 1453 года. Тогда твердыня православия На востоке пала. А спустя считанные дни Султан Мехмед Второй Завоеватель Уже молился В своей новой главной мечети Айя Софии. Таков был трагический конец Великой Византийской империи. Правда полвека уже Как сжавшийся до столицы с пригородами. Но Константинопольская церковь Сохранилась и в послушании ей Оставались церкви всех православных Народов Европы. Греков, болгар, сербов, румын. Да и три восточных патриарха Иерусалимский, антиохийский И Александрийский почти полностью Зависели от Константинопольской Кафедры. Первые по значению Теперь уже в Османской империи. Не подчинялась ей только православная Русь На будущие четыре столетия Оставшейся единственным православным Независимым государством в мире. Русская церковь Ушла из-под власти Константинополя При патриархе Григории Мамме Когда тот, надеясь на помощь Запада Заключил унию с католиками. За пять лет до падения Константинополя Собор русских епископов Сам избрал и поставил русского митрополита. Русская церковь Фактически стала независимой. В момент захвата Константинополя Турками Патриарший престол вот уже третий год Был вакантен. Последний патриарх византийского времени Униат Григорий Мамма Сбежал в Рим в 1451 И уже там продолжал себя именовать Вселенским патриархом. Абсолютное большинство населения Константинополя и тогда, И десятилетиями позднее Составляли греки-христиане. А султан Мехмед Остро нуждался в системе управления Своими новыми подданными. Было решено поставить Нового патриарха, Который был блоярен Турецким властям. Султан Мехмед Выбрал Монаха Геннадия Схалария Известного своей ученостью И богословскими трудами. Константинопольский сенот Лишь формально утвердил Уже избранную кандидатуру. Так, патриарх Константинопольский Стал главой христианского милета, Огромной общины всех христианских Подданных Османской империи. Теперь он должен был защищать Интересы христиан перед султаном, Его визирем и прочими Столичными и провинциальными властями. Это была поистине Непосильная задача. С первых же дней Османского владычества Христиане превратились в раю, Стадо. Так официально турки называли Все они мусульманское население Огромной империи. Христиане были обложены Особыми налогами, Среди которых выделялись два. Джизье – налог на право на жизнь И Девшерме – налог кровью. Это когда в христианских семьях Каждые пять лет забирали Самых здоровых и смышленных мальчиков, Обращали их в ислам, А потом пополняли ими ряды янычар. За первые два века у христиан Были отобраны более полумиллиона детей. При уплате же налога на жизнь Христианин должен был стоя Протянуть деньги сидящему сборщику налога, А тот со словами «Заплати джизье» Увраг единого Бога. Ударял его по шее. Христианин не мог громко разговаривать В присутствии мусульманина. Не имел права ездить на лошади, Но только на осле. Когда же встречал мусульманина, Обязан был спешиться. Судиться с мусульманином Можно было только в мусульманском суде. Все христианское население Жестко закреплялось на месте своего проживания. Свобода передвижения Разрешалось только в течение трех дней После Пасхи. Когда же и в этих условиях Приприимчивые греки-христиане Вдруг начинали богатеть и мечтать О какой-то независимости, Великая Порта, Так называла себя высшая власть Османской империи, Легко инспирировала погромы. Церковь налогами не облагалась. Церковь получала право судить христиан Во всех делах, касающихся браков, Наследования или торговых претензий. Но только между христианами. Церковная иерархия Константинополя Фактически становилась частью Государственного аппарата управления. Здесь, на этом месте, Стоял гигантский собор Святых апостолов, Построен еще в пятом веке Императором Ястинианом. Тогда это был второй по величине Храм Константинополя После Святой Софии. В нем, в январе 1454-го И состоялось Посвящение Геннадия Схалария Сан Патриарха Константинопольского. По завершению обряда Геннадий на белом коне Объехал весь город С конвоем из турецких хен-э-чар. А после, на приеме у султана Получил из рук нового главы государства Регалии своей власти. Мантию, архипастерский жезл И наперстный крест. Собор апостолов Сразу окружили мусульманскими кварталами. И уже через несколько месяцев Мусульманское население Потребовало закрыть собор. Однажды утром На церковном дворе Нашли тело Убитого мусульманина. Патриарх Геннадий Был вынужден Оставить собор. Великолепный храм Сначала закрыли, А потом просто снесли. А вместе с ним И многочисленные гробницы Византийских императоров, Императриц, Патриархов. Тогда погибла и гробница С мощами святого Равноапостольного Константина Великого. Новой резиденцией Стал монастырь Богородицы Помакаристос. И здесь Патриархам Удалось задержаться На столетие. В это время Константинопольский Патриарх Дианисий II Писал русскому царю Иоанну Грузному. Ныне же Убово в разорениях И бедах И в теснотах И в напастях Всегда пребываем От безбожных И молил. И ныне помощи И милосты не чаем. Но уже в 1586-м Султан Мурат III Вернувшись после разгрома Христианской Грузии Решил закрыть Все православные храмы Столицы. А кафедральный собор Патриарха Превратил в мечеть, Назвав ее Фетхия Джами Мечетью Победы. Несколько лет Патриархи Ютились на подворье Александрийской Церкви В маленьком и бедном Храме Димитрия Канава. Наконец, После многочисленных Просьб и взяток Турки разрешили Патриархам Отремонтировать Церковь Святого Георгия В квартале Фанар. Ремонт и строительство Резиденции затянулось На несколько десятилетий. И лишь к середине 17-го века Константинопольский Патриархат Обрел свой новый дом, Который служит ему И по сей день. Резиденции затянулось Патриархи Патриарший храм Хранит все Великие Православные Святыни Это мощи Иоанна Златоуста И Григория Богослова Это фрагмент Стал Бабич Иване У которого В последние дни Своей земной жизни Претерпел Страдания Иисус Христос Турки Привыкшие Брать взятки За назначение Константинопольских Патриархов К этому времени Уже поставили Дело на поток В 17-м веке Насчитывается Около полусотни Предстоятелей Константинопольской Церкви Срок Патриаршества Которых нередко Исчисляется днями 6, 15, 20 дней Современная Резиденция Константинопольского Патриарха Едва ли не Самая скромная В мире Условия турецких Властей были просты Здание должно быть Неброским на вид Ничем не выделяться Среди городской Застройки И ни в коем случае Не иметь ни купола Ни креста Видимых снаружи И все же Вокруг церкви Святого Георгия Уже в 17-м веке Складывается Особый район Фанар Состоятельные греки Выкупали тут Дома или землю Чтобы быть поближе К Патриаршему престолу Многие из них Поколениями Служат Патриархии Жители этого квартала Тесно связанных С Константинопольским Патриархом Стали называть Фанариоты Влияние их на политику Константинопольской церкви И в 18-м и в 19-м веках Было огромно Со временем Фанариоты Распространили свою власть На все православные народы Османской империи И управляя сербами Болгарами Румынами А на востоке Арабами Они везде Среди православных Насаждали греческий язык Своё духовенство Богослужение Считая себя представителями Культурной нации Они всё больше удалились От своих собратьев Поверим Плоды этой небратской политики Фанару пришлось пожинать Во время антитурецкого восстания 1821 года Тогда в Балканской Греции Началась освободительная война На стороне греков Были все европейские державы Сотни волонтёров Из разных стран мира Приехали воевать За освобождение греков Высокая порта Незамедлительно потребовала От Фанара Осудить восставших Патриарх Григорий Пятый Был вынужден издать Отлучительную грамоту Придать анафеме вождей Освободительного движения Но греческие провинции Уже не верили Фанару И грозная грамота Была проигнорирована Восставшими Высокая порта Разочаровавшись в патриархе Казнила его Патриарх Григорий Был повешен здесь На вратах своего храма Три дня его преемник Новый патриарх Константинопольский Евгений Был вынужден ходить Мимо висящего тела Своего предшественника Патриарх Евгений Прожил меньше года И умер от истощения Страха К 1829 году Восставшие против высокой порты Греки Победили А уже в следующем году Греция стала самостоятельной В течение последующих 100 лет Территория Османской империи А с ней Константинопольского патриархата Сжималась Как шагреневая кожа В 19 веке появились независимые Сербия Болгария Румыния И Египет А в начале 20-го Из-под власти Турции Вышли Албания Ливан Сирия И сразу по обретению Государственной независимости Православные народы Этих стран Требовали И церковной самостоятельности Процесс отделения От Константинопольской церкви Был долгим и тяжелым Константинопольские патриархи Объявляли новые церкви Раскольниками С хизматиками Но со временем Эти раны затянулись И сегодня вот здесь Действует храм Болгарской православной церкви Во имя первомученика Стефана Кстати Именно в этой церкви 28 февраля 1870 года Был зачитан акт Об учреждении Болгарского экзархата И все-таки До 1920-х годов Константинопольский патриархат Еще сохранял многочисленную Почти полуторамиллионную Паству православных греков На территории Турции Потерпевшая поражение В Первой мировой войне Лишившаяся мировой поддержки Турция Казалась легким противником А крепшая Греция Воодушевленная посулами Антанты Попыталась вернуть себе Исконно греческие земли Анатолий И начала войну против Турции Успехи греков были кратковременными И уже в августе 1922 года Турецкое войско Собранное новым лидером Кемалем Ататюрком Разгромило греков На краю древней Каппадокии Греко-турецкая война Сопровождалась невероятной волной Ненависти и насилия С обеих сторон Казалось, вся вековая вражда Выплеснулась в этой войне Сжигались целые деревни И щадились ни женщины, ни дети Но настоящий кошмар Для христиан начался После поражения греков Тогда сжигали Разрушали целые кварталы И города В 1923 году В Лозане Между Грецией и Турцией Был заключен мирный договор Одним из условий которого Стало почти поголовное Выселение греков Из турецких провинций В обмен на отъезд турок Из Греции Из Анатолии Каппадокии Понта Стамбула Было депортировано Около полутора миллиона Православных Для Константинопольской церкви Это означало Почти полную трату пасты Исчезли сотни И тысячи общин Епархии Веками существовавшие На древних землях Вифинии, Лидии, Понта, Каппадокии В одночасье превратились В титулярные От которых сохранилось Лишь древнее название Дело довершило Массовая добровольная Эмиграция турецких греков В этих условиях Константинопольский Патриарх Милетий Сформулировал Новую концепцию Оставшиеся Беспаства Константинопольская церковь Решила подтвердить Свой вселенский статус Духовной властью Над всеми Православными Диаспорами В мире Она попыталась Распространить Своё влияние Над общинами Православных Эмигрантов Европы Америки Австралии Какой бы национальности Они ни были И несмотря На резкий протест Других православных Церквей Эта позиция И до сих пор Остается главной Политической идеей Константинопольского Патриархата Тем более Что здесь В Турции Константинопольская церковь И до сих пор Продолжает подвергаться Притеснению Любое столкновение Между греками И турками Любая провокация И сегодня Чревато новыми Погромами Христианских кварталов Так Прогремевший В 1955 году Взрыв Турецкого консульства В Фессалонике Вызвал ответную войну Насилия в Стамбуле Тогда было сожжено Более 50 православных храмов Разграблены И разрушены Тысячи домов Принадлежавших Православным грекам А греко-турецкое Столкновение На Кипре В начале 70-х Привело К закрытию Знаменитой Халкинской Богословской школы Сегодня паства Константинопольской церкви Здесь, бывшей Православной столицей мира Насчитывает от силы Несколько тысяч человек И древний Великий Царьград Второй Православный Рим Все более и более Становится Городом-призраком На фоне Сотен и сотен Пронзающих небо Минаретов Трагедия Константинопольской церкви Тридцать лет назад Повторилась на Кипре Тогда В июле 74-го Греческие черные полковники Подняли мятеж Против президента И духовного пастыря Кипра Архиепископа Макария Путь провалился Но под предлогом защиты Турецкого населения Кипра На острове Высадились оккупационные войска Турции Не встречая сопротивления Они взяли под контроль 37% Территорию острова А вслед за этим Вновь началась депортация Двести тысяч греков-киприотов Были перемещены на юг И сорок тысяч турок Выехали на север острова Греки-киприоты Не решившиеся покинуть свои дома Были объявлены иностранцами Чья собственность конфисковывалась Обезлюдившие города и села Занимали переселенцы Из континентальной Турции Около 500 церквей и монастырей На северном Кипре были закрыты Разграблены И осквернены Храмы превращались в казармы Загоны для скота И склады Возник целый бизнес По продаже икон из разоренных храмов Сегодня уже известно Почти о 20 тысячах Утерянных святынь А сколько их просто погибло Православие на Кипре Сегодня переживает Трудные времена К сожалению, режим на оккупированной территории Не позволяет никому из кипрских священнослужителей Посещать эти места Для совершения там литургии Сейчас там находится только один священник Который окормляет примерно 300 православных христиан Рассеянных в деревнях В районе Карпасии Все храмы и монастыри На оккупированной территории Находятся в весьма плачевном состоянии Украдены иконы И предметы церковной утвари Уничтожены фрески и мозаики Все то, что напоминает нам О предназначении храмов Эта церковь Христа Антифонита Была построена в конце 12 века Антифонит по-гречески означает Ответчик в суде По преданию Алчный расставщик Вызвал в суд своего должника И обвинил его в невозврате долга У того не было ни расписок Никаких других доказательств Своей правоты В отчаянии он призвал В свидетели образ спасителя И Христос с иконы подтвердил Что долг выплачен сполна После турецкого вторжения Фрески здесь сбивались кусками А из иконостаса выламывались иконы Позже они были обнаружены Иконы на аукционах в Лондоне и Роттердаме Фрагменты фресок В антикварных лавках Мюнхена То, что удается вернуть Хранится сегодня по ту сторону Разделительной линии В музеях и храмах Южного Кипра Бедная и разоренная церковь Давно не слышавшая слов молитв Господней Отче наш Ижиеси на небесах Да светится имя Твое Да приидет царствие Твое Да будет воля Твое Яко на небесе и на земле Хлеб наш насущный дашь Наднись И оставим нам долги наши Яко же и мы Оставляем должником нашим И не веди нас в искушение И избави нас от лукавого Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня это здание обветшало И трудно себе представить Что когда-то сюда Толпами прибывали паломники Греки с именем Андрей А в кипрской семье Обязательно хотя бы один мужчина Носит имя апостола Андрея Считали своим долгом прийти И поклониться этому храму Он был построен пять веков назад На месте где святой апостол Сошел с корабля на берег Кипра На корабле закончились запасы Пресной воды И команда мучилась от жажды Но местность оказалась безводной И тогда по молитве апостола Андрея Из камней забил источник А слепой сын капитана Умывшийся этой водой Прозрел Уже в позднем средневековье На венецианских картах Этот мыс назывался Мысом Андрея Доброго Местные жители Греки киприоты Считают что находятся Под особым покровительством Апостола Андрея Может быть именно поэтому Многие из них отказались Покидать родные места И переезжать на юг Их заботами И сохранен этот храм От полного разрушения Вы единственный священник здесь? Да, единственный Они могут к вам прислать еще кого-нибудь? Не знаю К сожалению, это невозможно Из-за той ситуации, которая сейчас существует Кипрскую церковь Одну из самых древних в мире Еще называют апостольской Ведь помимо апостола Андрея Здесь побывали апостолы Павел и Варнава В 45-м году по Рождестве Христовым Они прошли весь остров От Соламина до Пафоса И там обратили в христианство Римского проконсула Так Кипр стал первой римской провинцией Под властью правителя христианина Апостол Павел был казнен в Риме А апостол Варнава После своих путешествий Сам родом киприот Вернулся домой на остров И здесь, в Соломине Принял мученическую смерть Вот здесь, под этой часовней Находится его гробница Когда тело апостола Варнава Было обретено в конце пятого века На его груди было обнаружено Евангелие от Матфея Переписано рукой самого Варнава Здесь когда-то был монастырь Но после 1974 года Монахов отсюда выгнали Они, как и большинство христиан-киприотов Переехали в южную часть Кипра Поедем туда и мы Лазарь, воскрешенный Христом На четвертый день после смерти Являл собой живое доказательство Истинности христианской веры И потому, как сказано В Евангелии от Иоанна Первосвященники же положили Убить Лазаря Потому что ради его Многие из иудеев приходили И веровали в Иисуса Лазарь был вынужден бежать Из Палестины Скрывался здесь На Кипре Апостолы Павел и Варнава Рукоположили его в епископы города Китю Так тогда называлась современная Ларнак Став епископом Он прожил еще 18 лет И вторично скончался В 63 году По Рождестве Христовым Четыре землетрясения Практически разрушили город А довершило эти разрушения Арабское завоевание Восьмого века Тогда же и погибла Древняя христианская Базилика Святого Лазаря В конце девятого века Христианами После долгих поисков Был обретен Мраморный саркофаг С надписью Лазарь четверодневный Друг Христов Отсюда и возникло Современное название города Битларно-Капогречески Гроб Саркофаг Византийский император Лев VI Мудрый Повелел забрать мощи Святого Лазаря В Константинополь Киприоты не хотели Расставаться со святыней Но против слова императора Возражать было трудно И мощи были перенесены В Святую Софию Желая задобрить киприотов Император оставил им Сам саркофаг А на месте обретения мощей Построил величественный храм О судьбам мощей Увезенных в Константинополь Была печально Во время грабежа Столицы Византии В XIII веке крестоносцами Их увезли в Марсель Потом они оказались в Бургундии Казалось бы Православный мир Навсегда расстался С этой величайшей святыней И только в 1972 году Во время реставрации Выяснилось, что Хитрые киприоты Не вполне точно Выполнили указ императора Были обнаружены Два саркофага На одном из которых Сохранился фрагмент Греческой надписи Филосфео В этом саркофаге Веками хранилась Честная голова Святого Лазаря Сейчас она находится здесь В этом драгоценном ларце А теперь спустимся вниз К этим самым Историческим саркофагам Люди, страдающие Особо серьезными болезнями Иногда просто Ложатся в этот саркофаг Есть свидетельства Что по их вере Они исцеляются И получают вторую жизнь В этом саркофаге Аминь Но не только апостолы Побывали на этом Благословенном острове Но даже и сама Пресвятая Богородица По преданию Она была в гостях У святого праведного Лазаря Друга Христова Здесь в этих горах В 11 веке Произошла вот такая Чудесная история Византийский наместник Кипра Любил охотиться здесь И как-то заплутал Встретив отшельника Старца Исаю Он повелел узнать у него дорогу Но старец внезапно скрылся Разгневанный чиновник Приказал найти старика И проучить его В конце концов Он нашел путь домой Но возвратившись Внезапно тяжело заболел Тут он и вспомнил Об обиде Нанесенной старцу Отшельника разыскали И правитель острова Повинился перед ним Обещая выполнить Любое пожелание старца Исайя же сказал Что в Константинополе У императора В его личных покоях Есть икона Пресвятой Богородицы И что сама Царица Небесная Явившись ему во сне Повелела привезти икону На Кипр Дело было нешучное Забрать у императора Его любимую икону Написанную самим Святым апостолом Лукой Но слово было дано И правитель Кипра Вместе со старцем Исайи Отправились к императору Но даже тогда Когда по молитвам Исайи Выздоровела императорская дочь Царь, не желая расставаться Со святыней Приказал своему лучшему Иконописцу Сделать точную копию Древней иконы И предложил старцу Исайи Выбрать одну из двух На одну из икон Села пчела Указав на подлинник Когда икону несли по острову Горе Кикас Старцу Исайи Многие услышали пение птицы И даже разобрали слова Что Богородица Пришла на Кипр Навсегда Эта святыня Получившая название Кикской иконой Божьей Матери Пережила четыре пожара Каждый раз уничтожавших Монастырь до основания Лик у нее прикрыт Поскольку в таком виде Она и прибыла в обитель Говорят, что изображение Божьей Матери на иконе Имеет портретное сходство С самой Богородицей Православные киприоты считают Что это символ не только Кикского монастыря Но и всего и благословенного острова Всей кипрской церкви Всегда сохраняемой И спасаемой молитвами Божьей Матери И святых апостолов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...